Роман Сымбалюк, известный журналист и популярный блогер, он присоединяется к нашему эфиру. Рома, по Станиславскому, поверил, не поверил, и что они предпринимали? Как доказывали лояльность режиму и то, что на этот раз они вошли в ту дверь, которую нужно? Ну, давайте тут всем напомним, что несколько месяцев назад российские селебрити, богатые, знаменитые, те, которые могли себе на пятую точку повесить бриллиант, построили мероприятие в Киеве, ну и это было якобы как костюмированная вечеринка. В то время, как российские солдаты умирали, да и продолжают умирать, в центре Москвы произошло то, что происходит всегда, и самое интересное, что оно и происходит, и сейчас происходит, и после вечеринки, и будет происходить, потому что это большой город, и там есть все, и разврат, и фашизм, и фашизм с развратом. Так вот, наступил момент, почему их так вот показательно всех выпороли. Нужно было продемонстрировать власти, в первую очередь, что вот эти вот так называемые травоядные времена в России закончились. Теперь нельзя играть вот эту историю такую, что, в принципе, мы не против власти, но политикой мы не интересуемся, вы нас не трогаете, а мы вас не трогаем. Ничего подобного. Значит, теперь стал вопрос таким образом, что все те, кто как-то публично зарабатывают деньги, они должны петь дифферамбы Владимиру Путину, ну и, соответственно, на Российскому рейху. Там отличился и Филя Киркоров, и Явлеева, и так далее, и так далее. И, в общем, все они начали ни с того ни с сего смотреть послания Владимира Путина. И это немножко смешно, потому что я смотрю, ну, собственно говоря, это моя работа. А люди, которые занимались другим, ну, это выглядело немножко странно. Ну, в общем, смысл в чем? Что все они отметились на избирательных участках, все зафиксировали фотографии, что они пришли. Ну, и, по большому счету, это один из таких элементов, как вот они формировали вот эту вот явку. Им там российские так называемые оппозиционеры немножко помогли. Ну, это другая история. А так, ну, то есть вот от такого принуждения обязательно пойти на выборы, именно вот чтобы ты взял бюллетень, голосовать это не обязательно, потому что там это не важно, как проголосуешь, важно, как посчитаешь. Это же Россия, но вот массовка была. Ну, и вот, собственно, все. Явлеева, кто там, Филипп Киркоров, все на избирательных участках, там, клянутся, любят Путина, Тарзан в этой же области. Сейчас зазывает Милявскую, отчитываясь своей фотографией. Милявская кричит, что проголосовала еще 15-го числа в числе первых, но вот дура забыла фотографию сделать. Могут не поверить, наверное. Да, ну, в общем, это все забавно, хотя из этого ряда, конечно же, надо выделить Ксению Собчак, я так понимаю, ее роль как раз, собственно, и была спровоцировать эту историю, потому что она, ну, скажем так, у нее совсем другой статус. Она кремлевский штык, ну, в связи с тем, что на этот раз для либералов отправили на выборы Дованкова какого-то, которого никто не знает. Ром, ну, статус Собчак, согласись, за последние годы немножко подрастеряла. И такое ощущение, что ее хорошо чем-то шантажируют. Ведь она еще не так давно была техническим, да, но кандидатом в президенты Российской Федерации. И даже ей позволялось критиковать Путина. На сегодняшний день ее роль свелась до того, что она пишет восторженные посты о том, что смотрела интервью Путина с Киселевым, он выглядит намного спокойнее, и смысловое интервью, это интервью намного лучше. Она в дорогущей шубе восхищается в каких-то дешевых роликах российским автомобилем, там, я уже не помню, что это было, но кричит от, кричит от, визжит от восторга, что она любит все российское. Такое ощущение, что ее крепко прижали, она чего-то очень боится. Да нет, как раз у этой категории российских товарищей, у них все как было, так и останется. То есть, условно, Собчаки или Скобеева, они как ходили в Прадов, причем в прямом эфире, так и будут продолжать это делать. Просто сейчас миссия такая, такая задача, это такой приказ, значит, восторгаться всем отечественным. Ну, возможно, им скажут, что надо меньше будет что-то там постить в запрещенном инстаграме такого буржуйского. А как ты будешь жить за кадром, это уже другая история. Главное, как это, не переходить вот эти вот флажки и всячески подчеркивать, что ты с Рейхом, что Путин велик, ну и так далее. Тут вообще вот эта история с выборами, она же даже, мы о чем говорим? Как это, ну, такое все это театральная такая, инсценировка, манштабная, дорогая. Но на самом-то деле, может быть, россиянам эти выборы и не нужны. Вот если так вот разобраться в российской истории, если я не ошибаюсь, именно избранным президентом был только Борис Ельцин, который, ну, поправил-поправил, передал путь и передал власть чекисту. Все, и на этом выборы закончились. А те, кто делают вид, что выборы есть, они просто себя обманывают. Причем делают это даже, когда их уже выперли из страны или поставили перед выбором, или смерть, или эмиграция. Ну, и там еще тюрьма есть перед смертью. Все. А как ты думаешь, сохрани Путин себе жизнь на протяжении какого-то отрезка времени? Возможно, такой вариант, что это были последние выборы в Российской Федерации. Ну, тут надо разобраться с понятийным аппаратом. Это же не выборы в таком ключе. Это имитация, да. Переназначение. Ну, а имитацию, а почему бы ее не проводить? То есть, ну, знаете, у разных народов разные традиции. У этих этот сатанистский шабаш такой, сатанистский слет. Ну, там, или темное какое-то мероприятие. Вот раз, теперь уже на шесть лет они там собираются и делают вид, что все они любят Путина. Отчасти так оно и есть, не без этого. И мне кажется, что вот в условиях российского информационного диктата проведи самые честные выборы, вот как это вот принято на Западе именно считать голоса, то он обязательно победит. Просто, как это, выборы, это же не только вот сам момент бросить в бюллетени, а в российских реалиях все делается для того, чтобы вот было видно, что вот народ за войну, он, Путин таким, вот этим действием, что он показал? Он замазывает всех россиян, чтобы не было сомнений ни у кого, что эту войну развязал Путин. Нет, 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 это все делает российский народ. Об этом, вот этот вот, как этот, ну, политтехнологический шаг, он именно направлен на это. Но, с другой стороны, опять же, российский народ, он же сильно не сопротивляется. То есть у них же, ну, давайте вот еще раз, вот, ну, понятно, что на территории России там времена даже вегетарианских каких-то акций протеста закончилась. Но даже вот возьмем тех, кто уехал за границу, которые называют себя оппозиционерами, та же Юлия Навальная, давайте еще раз, или какие-то там другие там иммигранты политические, они призвали голосовать за вот этого Даванкова, которого никто никогда не знал и вообще никто не знает, назвали его антивоенным кандидатом. Хотя, еще раз, тут не надо быть специалистом российской политики, что это результат политического аборта, который сделал Кириенко, соответственно, замглава администрации президента, курирующий внутреннюю политику. Но вот так вот у них устроено, что у них вот, они посмотрели, что вот Надежда слишком яркий, слишком добрый, слишком круглый, и, соответственно, надо провести замену. Взяли совсем неизвестного, потому что Борис Борисович, я его знаю лично, его хоть там по телевизору показывали, его узнавали, у него там, он там с Долгопрудного, у него там какой-то бэкграунд хоть какой-то там есть. Ну вот взяли вот совсем, чтобы была моль-молью. Ну и возникает вопрос, как это, вот вы, то есть, понимаете, вот парадокс этой истории для российских позиционеров, что им как бы вроде бы сама жизнь уже подсказывает, что играть по кремлевским правилам не надо. Вы или останетесь без жизней своих, или будете изгнаны. Но нет даже в эмиграции политической, вынужденной, вроде как, они все равно играют по кремлевским правилам. Это просто какой-то, ну, я не знаю, ну, нам этого не понять. Единственное, что, может быть, мы чего-то там и не понимаем в этой стране, но никакой другой России, кроме ужасной России будущего, не будет. А пришло это осознание российской оппозиции в изгнании, в первую очередь, о том, что после Навального о России, прекрасной России будущего, говорить уже, ну, бессмысленно? Ну, не знаю, я так мельком почитал, и лидеры протестов в эмиграции... Пока они вдохновляются тем, что миллионы, якобы по всему миру, вышли на полдень против Путина, значит, надежда есть. Ну, давайте еще раз разберемся с технологическим шагом. Их даже Путин похвалил за это, потому что им нужна была явка, и за границей они создали эту явку, в том числе, там, опять же, если люди живут в Западной Европе и вообще в Европейском Союзе с российскими паспортами, это не значит, что не против Путина. Там вот такие государства типа Германии, там путиноидов, их там очень-очень много, которые любят Рашку, но туда почему-то ехать не хотят, но я к этим людям всегда отношусь с уважением, потому что это реально высший пилотаж. Так вот, значит, они собрались все возле посольств на полдень для того, чтобы как-то продемонстрировать, что они против Путина. И приняли участие в выборах, которые, ну, то есть сыграли в его пользу. В какой-то там, ну, хотя бы в публичной части. Понятно, что на результаты, как ни странно, на цифры явки это никак не повлияло. Но, в общем, это странно. Люди говорят, что они собрались, чтобы показать, как их много. Так хочется задаться вопросом. Вот Юлия Навальевна сказала, что надо бороться с режимом 15 минут в день. Ну, блин, отличная идея. Ну, так собирайтесь возле своих посольств каждый день по 15 минут. Говорите, что Путин тем, кем он является. Ну, зорпатор, маньяк, там, военный преступник. Ну, и же нет. То есть они все собрались, эти оппозиционеры, те, кто против Путина, только во время того, когда надо было переоформить очередной срок российского диктатора. А что мешает дальше это делать? Все теперь, когда программа выполнена. Ну, в общем, это очень странно. Люди считают из таких публичных и политических иммигрантов, что тем самым они показали, что много людей, которые против российской власти, и тем самым Россия небезнадежна. Ну, не знаю. Что-то такое у меня впечатление, что они просто не субъекты. Вот если честно. Даже если Запад и сделал такие выводы, то непонятно, что ему с этими выводами делать, и как их практически применять. Спасибо огромное, Ром. Роман Сымбалюк, журналист, популярный блогер, присоединялся к нашему эфиру. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова